Всем привет! Сегодня у нас видео подписчицы. Я записываю видео, читаю ее письмо, и вы даете свои комментарии, которые к вам, собственно, эта просьба и адресована. Добрый день, Галина! Давно поклонница вашего канала. С нетерпением жду новых видео. Мне интересно все, что вы говорите о Турции, о отношениях с турками, мужчинами. Я тоже состою в отношениях с турецким мужчиной уже около трех лет. Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу, комментарии подписчиков канала. Мне 44 года, я познакомилась с турком в интернете, он на 12 лет старше меня. Завязалось общение, мне приятно было слышать комплименты, некую заботу, ты устала, ты покушала и так далее. Мужчина окружил заботой меня, это приятно. Так мы общались три месяца. Потом мужчина стал звать к себе в гости, приглашать каждый день. Я тоже хотела его увидеть вживую. И вот я решила поехать в Турцию. Боялась приехать просто к мужчине домой, поэтому выбор пал на отель на Анталийском побережье. Я заказала тур через турагентство, со мной поехала моя сестра со своей дочкой и мой сын. Детям на тот момент было по 15 лет. Сказала мужчине, что мы можем встретиться на территории отеля, если у него есть желание. Мужчина сразу согласился, забронировал себе номер. Мы считали это не до встречи. Эйфория, эмоции нас поглотили. Мужчина интенсивно покупал подарки, подарил для меня и моих родных, спрашивал, что любят, что купить для сына, племянников и так далее. Как мы были постоянно на связи с ним и в мессенджерах. У меня возникло подозрение, что может быть я не одна у этого мужчины, так как в социальных сетях у него было очень много друзей женщин-славянок. Перед самым отъездом в Турцию я поговорила с подругой и сказала об этом. Моя подруга посмотрела на соцсети этого мужчины и увидела, что некоторые женщины активно его комментируют. Сказала обратить на это внимание. Совершенно верно, кстати. Но также она написала одной женщине с вопросом, кто для вас этот мужчина, на что женщина ответила, что мужчина активно проявляет себя и хочет с ней дружить. На этом фоне мы с ним поссорились тогда. Я очень обиделась, думала не ездить навстречу в Турцию, но так как дети, сестра очень хотели увидеть море и турпакет был проплачен, решила ехать из-за детей и сестры. По приезду в отель мужчина тоже приехал, привез много подарков, окружил заботой, сдружился с детьми, экскурсии, покупка всего, что дети пожелают, цветы в номер для меня. Я здесь остановлюсь, типичное расположение к себе, вокруг всех забот и любовь, и покупать детям подарки, как там детям мороженое, бабе цветы, прям вот по классике. Короче, добивался моего расположения, и мы помирились. Так мы прожили 7 дней, пришло время расставаться, мужчина сказал, что любит меня, и теперь будет планировать совместное будущее. Положил деньги мне в сумку, дабы я месяц нормально могла жить. После встречи нас поглотили эмоции, мы были всегда на связи, и планировали следующие встречи. Через 3 месяца мужчина пригласил меня в Анкару, он сам проживал в Адане, и тратить время на поездку в Адану я не хотела. Решили встретиться в Адану, у меня был прямой рейс из Киева, пробыли вместе 4 дня, я уехала на Украину, он в Адану. За те дни, проведенные вместе, я сказала, что планирую открыть свой бизнес, но у меня есть определенный страх. Мужчина меня полностью поддержал, во время открытия бизнеса помогал советами, смотрел оборудование, присылал денег для моего содержания, так как я свои деньги вложила в бизнес. Планировал приехать в Украину и мне помочь с бизнесом. Но случилась пандемия, опять мы говорили только по мессенджерам. Но всегда на связи он был целый день, а вечером обсуждали планы на следующий день. Так прошло еще 5 месяцев. Мы сделали еще несколько бизнесов, проектов. Деньги для этого присылал мне мужчина, так как мои деньги были все в бизнесе. По истечении 5 месяцев мужчина сказал, что переедет в Анкару, чтобы нам было удобнее встречаться. Я не понимала этого поступка, зачем платить за съемное жилье, если в Адане собственная жилплощадь есть. Это его квартира, где он проживает с мамой. Но мужчина все-таки приехал в Анкару. Сказал, что мне нужно приехать в Турцию для знакомства с его мамой, сестрой, семьей. Я согласилась. Так мы встретились в квартире в Анкаре, где уже меня ждали его мама, сестра с сыном и мужем. Встретили меня очень хорошо. Я чувствовала, что меня приняли в семью. Мама подарила мне свое платье с церемонии обрезания моего мужа. Ну, все на это. Сказала, что это платье я одену на свадьбу с моим мужчиной. Я тут остановлюсь. Как бы, что? Ну, это же старая вещь, кем-то ношеная. Я понимаю, передать, скажем так, трофей, ценность в семье, знаковую вещь. Но одевать на свою свадьбу вы, блин, этого хотели? Так же меня одарили разными подарками. Все в чемодан не поместилось. Пришлось заказать дополнительный даже багаж. Так я уехала домой, мы снова строили план. На будущее мой мужчина говорит, что нужно подождать полтора года и мы будем вместе. Так как он вложил деньги в новостройки, нужно ждать, пока квартиру достроят. Он заберет меня к себе жить и пенсии хватит на наше проживание. Он полицейский в отставке. Месяц назад я почувствовала, что мужчина стал удаляться. Я спрашивала, что происходит. Может, у него проблемы. Пыталась поговорить, но он ссылался на боль в глазах, усталость. Не интересовался, что у меня происходит, как мой день прошел. Говорил, мол, давай спать ложиться. Раньше мы всегда ложились спать в одно и то же время. Прощались, желали спокойной ночи друг к другу. Закрывали интернет одновременно. В последнее время я увидела, что мужчина активен в интернете до глубокой ночи. Нет больше ласковых слов. Не чувствуется забота с его стороны. На вопрос, все ли в порядке у нас с ним, мужчина говорит, что все хорошо. Раньше бы много говорили об изменах, предательстве, лжи в отношениях между людьми. И договорились, если у нас у кого-то что-то произойдет, остынут чувства, уйдет любовь, мы вместе это обсудим. И примем решение, расставаться или нет. Не будет лжи и просто разойдемся спокойно. Ведь все может быть в жизни. И мы взрослые люди. Мы найдем решение. И я об этой ситуации рассказала своей подруге. Подруга предложила, что мой мужчина отдалился из-за другой женщины. Подруга создала фейковый аккаунт, написала моему мужчине, мол, давай дружить и так далее. Недолго, думаю, мужчина пригласил мою подругу к себе в дом. Сказал, что он не состоит в отношениях, он свободен и у женщины, и у него уже давно нет. В общем, свободный человек. Я была в шоке. Сейчас мы говорим с ним, но только по делам, по бизнесу. Нет теплоты в общении. Я боюсь у него спросить, кто я для него. Что значит наша связь? Только бизнес? Ведь раньше мне казалось, что есть любовь с его стороны. Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить в такой ситуации, разорвать отношения и вернуть часть бизнеса совместного или ждать чего-то. Что значит его обещание? Что значит знакомство с его семьей? Сказать мужчине, что я знаю на самом деле, что он делает в социальных сетях и по сути ищет мне замену? Или не говорить? Огромное вам спасибо, Галя. Я буду ждать совет, комментарий. Всего доброго и процветания вашему каналу. До свидания. Очень интересная история, житейская, женская такая. Я вам поделюсь, да, как бы я на вашем месте поступила, если бы оказалось в такой ситуации. Но взгляд со стороны, да, так как у меня нет чувств к этому мужчине, эмоции у меня полегче к этому. Ну, честно скажу, да, вы знали, по сути, изначально, выступая в отношения, что такое может быть. Потому что он активно вел социальные сети, с какими-то женщинами переписывался, проверочки вы ему устраивали, лайки он ставил. Сам навязывался, там, женщина ответила к ней в друзья. То есть, вы на это, скажем так, закрыли глаза и осознанно на это шли. То есть, вот этот риск, то, как получилось сейчас в итоге, вы оценивали, просто не хотели на это видеть. Следующее. Вам очень приятно, вы оценивали, что он тратит на вас деньги, вкладывался в бизнес, оплачивал что-то. Ну, так и должно быть. Молодец, правильно себя ведет, заботится о, скажем так, приятной для него женщине, вкладывается в нее, окей. Что вот по факту мы имеем, и как себя в этой ситуации повести? Все зависит от того, чего вы хотите. Я бы понимала, что серьезного будущего с этим мужчиной нет. А если выйдет так ситуация, там, он извинится, отролевали, там, не знаю, женится на вас, перевезет к себе. Ну, у вас вот это ощущение обмана, недоверия, оно же будет теперь всегда. Если вы, конечно, сами не захотите на это глаза закрыть, как закрыли на тот факт, что это может быть в самом начале отношений. То есть это от вас зависит, насколько вы это можете принять. Я бы по своему характеру не могла. Я бы чувствовала всегда недоверие, подвох, я бы всегда его проверяла. Это уже там по себе, да, вот этот момент, смотрите. Насколько для вас это приемлемо. Насколько вам будет спокойно теперь выйти с этим мужчиной, когда вы знаете такую правду о нем. Что он может вот так поступать, что за спиной делать. Про Вёрчку он, к сожалению, не прошел. Ваша подруга оказалась до права. Он приглашает и вообще, короче, считает, что он свободный мужчина. И вот это вот анонимное общение с анонимным, неизвестным, скажем так, условным человеком, фейковой страничке, которую вы создали, это и есть то нутро, то правда, которую он считает себя в своей жизни сейчас. Поэтому он охладел. Ну, короче, причин не надо искать в себе. Мне кажется, он всегда был гулящим, крутящим. Он всегда за вашей спиной это все проворачивал. Просто, ну, влюбился. Что-то, может быть, прошло его ощущение. Такое тоже бывает. Ну, знакомил, да, с семьей, ну, надеялся. Может быть, его семья прессует вполне возможно. Мама, конечно, хочет, чтобы сын кто-то старец, здесь стаканчик воды подавал. Он уже возрастной мужчина, ему больше 50 лет, под 60. Мама уже тоже старенькая выходит, да. Она понимает, что его надо хорошо пристроить, чтобы кто-то за нее. За ним, скажем так, ухаживал, беспокоился. Может, она на него давит. Поэтому он знакомил, чтобы давление уменьшить. То есть, у него какая-то причина определенная своя есть. Не там супер прям именно любовь к вам. Хотя чувства к вам, конечно же, были. Мужчина вкладывался. Все окей. Вот надо вам понять, что вы хотите. Вы готовы закрывать глаза в будущем и мириться с сомнениями какими-то по поводу него и его верностью? Или нет? Если вы на это не готовы идти, то мой совет таков. Ну, если готовы, закрываем на все глаза, сидим, ждем, что дальше будет. Вас куда-то это все выведет. Если не готовы, и вы понимаете, что надо отношения прекращать, дабы не тратить время и найти того, кто действительно меня будет любить, не будет обманывать, кому я могу доверять. То план таков. Ничего говорить не нужно. Смотрите, куда это выведет. Я бы ни в коем случае не стала с его просьбой и запроса, зачем бежать впереди паровоза и отдавать деньги за бизнес и так далее. Да, он помогал, поддерживал, но изначально идея была ваша. Никто его насильно с пистолетом у виска не заставлял вкладываться. Если он попросит, а я думаю, он, скорее всего, будет показываться не с лучшей стороны, и, возможно, попросит какую-то часть. Я бы вообще начала торговаться не 50%, ну, 30, 25, у вас там ребенок, вам надо его восплютить и так далее. Если вы будете на него давить в этом вопросе, торговаться, турки торгуются, сразу скажу, в торгах с турками берите шаг пошире, предлагайте сначала 20%, на 25-30 сойдете с ним. Да, верните, потому что он действительно вкладывал деньги. Но самой бежать впереди паровоза предлагать я бы никогда не стала. Вы его не заставляли, не супер там как-то просили и умоляли. В основном это была его инициатива, это, в принципе, из письма видно. И, может быть, он как честный мужчина не захочет вообще ничего брать. Но я в этом сомневаюсь, скорее всего, захочет. Вот, поэтому ваша задача как можно меньше ему с этого бизнеса дать. Потому что идея ваша. Я прагматик, кидайте в меня камни. Но, блин, мужик вообще-то предавал, обманывал и считает себя не в отношениях. Почему, блин, вы должны ему 50%. Ваш какой-то материально, вы должны компенсировать свой моральный ущерб и предательство какое-то. Вот я так это расцениваю, окей? Чтобы было не так хотя бы обидно. И у вас, в конце концов, он уже взрослый мужик, у него пенсия есть. А у вас вообще-то ребенок, которого вы растите. И вам еще институт вообще-то. Сыну тогда было 15-3 года. Вот как раз у вас ребенок учится выше где-то заведение. За институт платить надо, за жизнь – алло, как бы. И вы себя тоже, знаете, еще планируете там сам уж выйти и все такое. Себя тоже обслушивать нужно. На себя денежку тратить, кушать, что-то жить, правильно? Моя задача – объяснить вам вот это. По поводу отношений. Я бы не стала ничего. Не надо, вот так скажу, не надо бежать впереди вагона. Тут понятно, если вы это не приемлились, такое к себе отношение, тут однозначно будет разрыв отношений, они никуда не выведут. Хорошего там уже ничего не будет. Поэтому живите. Может быть, как-то из бизнеса выводите, старайтесь деньги сейчас, чтобы меньше потом потерять. Это уже от вас зависит, как там еще, что вы знаете в своем бизнесе. Короче, ваша задача сейчас – сократить свои потери, потому что исход, в принципе, предрешен. Он понятен, что ваша позиция – я не приемлю к себе такое отношение. И он чувствует себя свободным. Плюс он охладел. Скорее всего, обратно мало что вернется. Он может еще вцепиться напоследок, пытаться от вас больше вырвать финансово, чем вы готовы были ему отдать. Вот к этому надо быть готовы, что он покажет себя не с лучшей стороны. Такое бывает. Либо я надеюсь, что он как джентльмен. Может, вам больше оставит и так далее. Ну, это будет по его характеру человеческому зависеть. Но так как он такой доуличный и всякие шуры-муры на старания всегда крутил, сомневаюсь я в его честности какой-то человеческой. Навряд ли он что-то вам достойно оставить захочет. Будет бороться. Я к этому была бы готова. На эти проценты всеми сдаю вероятность, что так, скорее всего, будет. Поэтому вы должны себя обезопасить. Зачем вы бежите, чтобы чувство с детства у вас быть хорошей, тра-ля-ля, благодарной. Я ему сама все... Нафига. Ну, не спросили, не отдаете. Не говорит он ничего охладел. И вы с ним меньше общаетесь. Не пытайтесь. Вот эту любовь какую-то сейчас в нем там нет никакой уже любви. Все, он свободным себя считает. Для вас принять этот факт, к сожалению, больной, неприятный, нужно. И чему я все пытаюсь подвести? К тому, что не бегите впереди паровоза, не говорите о том, что вы знаете, не предлагайте ему деньги, не предлагайте расстаться. Вот идет, пусть так и идет. Старайтесь как-то вывести деньги из активов, обезопасить себя финансово, пока эта тема эмоциональная не поднимается, конфликт еще не начался. Обезопасьте себя заранее, выведите средства, возьмите как-то себе побольше. Это ваша идея была, вы вкладываете, он просто вам помогал тоже. Он молодец, но все равно, я скажу так, вам, если, скажем так, деньги нужнее, вас предали в конце концов, вы за это должны побольше компенсацию какую-то себе взять. Будьте по расчету ее в конце концов, это же жизнь. Отдать ему половину и остаться кинутой, вам это надо. Вы хотя бы возьмете чуть-чуть побольше процентов денег, чем 50%, самооценку себе до конца не опустите, будет понятно, что вы хоть чего-то стоите. Так вот, пусть оно идет. Если он охладеет еще больше, постепенно, постепенно, может быть, не будет вот этого конфликта и тележки, все потихонечку сойдет на нет, он охладеет и просто от вас отойдет. Это идеальный вариант, чтобы вам финансово и бизнесовые права какие-то сохранить. Обратно любви, теплоты не ждите. Мужчина считает, что он свободен. И это самый главный показатель вот этой фразы. Ну, принять остается, вот закончилась любовь, которая не начиналась. Поэтому, возможно, у вас на расстоянии держал, полтора года каких-то просил. Он изначально был, скажем так, возможно, знакомил для отвода глаз снятие давления какого-то своего в семье. И он изначально, возможно, ну, не думал он жениться, короче говоря. Захотел бы он, то уже сделал. Плюс он узаконив отношения, бизнес совместный, нажитая, вся эта история финансовая. Может, он в деньгах так и не заинтересован, которые вкладывал. Ваша задача сейчас, вот напоследок скажу, не бежать в педип паровоза, не предлагать деньги, не говорить о том, что я все знаю. Ждите, как оно выведет. Если он охладеет эмоционально к вам, как в плане любви, возможно, и в бизнесе он вас больше и легче отпустит. Ваша задача сохранить больше для себя и понести меньше финансовые потери в этой ситуации. Девочки, пишите комментарии. Я надеюсь, для вас эта информация, комментарии, мой совет был полезен. Видео я всегда оставляю в инфобоксе информацию. Подписаться на канал, почту мою для связи. Вы можете записаться на психологические консультации ко мне. Либо написать ваше письмо анонимно, чтобы мы вот так вот на канале его разобрали. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.